Девушки отдыхают Девушки отдыхают Без связи никуда Оформление документов Чтобы все это было официально Ну выбираешь уже либо семья, либо уже дело свое Не знаю, как начать, что можно, что нельзя Недостаток опыта Считаю, что в этой сцене это опасно Да, по сути, проблем-то нет, все это в голове у человека Как вы видели, ну давайте аплодисменты, давайте. Я не могу вас оставить в этом желании. Тем более вам все равно, Айдару приятно. Да. Как вы видели из видео, все сказали, что хотели бы и думают о том, чтобы запустить бизнес, но у всех очень много смущений по его запуску. Кто из вас или запустил бизнес, или думает о запуске бизнеса в этом зале? Есть такие, да? Вообще как много, да? Здорово. Мы правильно пришли. Да, совершенно верно. И мы сегодня в нашем коротком спичи с вами поделимся о том, какие есть проблемы, которые озвучены в этом видео, и существуют ли они на самом деле. Начинаем мы с первого. С первого есть такое представление, что предпринимателям нужно родиться. Кто с этим согласен? Кто с этим не согласен? Отлично. Они были на нашем мастер-классе уже, Айдар. Это было бесплатно, все пришли, видимо. Я занимаюсь бизнесом с коммерческой деятельностью вообще с 7 лет, а бизнесом занимаюсь с 18. И действительно, пока я не получил право организовать компанию, я уже до этого стремился зарабатывать деньги. Айдар, ты со скольки начал зарабатывать деньги? С 19. С 19? А ты опоздал уже. Я поэтому с вами догоняю Мишу и рядом стою, молчу. И я действительно думал, что предпринимателю надо родиться, что нужно быть таким, как я, который 7 лет ходил и продавал марки. Однако, я это мнение изменил и сейчас уверен в том, что любой желающий может стать предпринимателем. Сейчас возможности и формы предпринимательства намного шире, чем открыть собственный бизнес. А вот как по вашему мнению, фрилансер, он является предпринимателем? Совершенно верно. То есть он продает уже свое время и свой труд не за зарплату, а он сам выбирает себе заказчику и сам выбирает удобное время для своей работы. Также существуют такие формы, как внутрикорпоративное предпринимательство. Когда ты работаешь в компании, но получаешь процент, который намного выше, чем ты бы зарабатывал со своим цветочным салоном. Поэтому сейчас предпринимателем может стать каждый, освоив инструменты предпринимательства. Следующий. Стартовый капитал. Ну это вообще такой очень бесконечный вопрос. Как вы считаете, какой стартовый капитал необходим для запуска бизнеса? Здесь вообще невозможно развернуться. Они не дают шансов никаких. Дорогие друзья, за стартовый капитал это самый главный вопрос. В любом деле, не только в бизнесе, стартовый капитал в чем-то выражается. Если говорим про бизнес, кто-то подумает, что это деньги. Стартовый капитал. На самом деле, вот мой бизнес начался с того, что я взял книжку «Думай и богатей». У меня стартовый капитал был минус, потому что мне не было на проезд. Я как раз в университете учился. И единственное, что в этой книге толково я увидел, то, что можно думать и богатеть. Вот если говорить по-серьезному, и это реально так в нашей жизни, в любом вопросе, я вот однозначно могу сказать, хоть в спорте, хоть в искусстве, хоть в бизнесе. Стартовый капитал это не совсем то, что называется скрипка страдивари для того, чтобы стать хорошим скрипачом. Для того, чтобы стать хорошим скрипачом, необходимо заниматься где-то 8 часов в день. И где-то к 20 годам вы сможете что-то стоящее показать. В бизнесе то же самое. Если у вас 0 рублей или книжка, например, есть, изменить ничего не стоит. Потому что стартовый капитал в бизнесе, как и в любом деле, это энергия. Желание чего-то добиться. А если подвести все в общем, стартовый капитал это ваше решение. А сколько был твой стартовый капитал, когда ты открывал первый мой парк? Да, мой стартовый капитал, когда я открывал, это самая классная вещь. Я сюда не принес. Но уверен, у каждого в гараже или на даче такая штука есть. Как вы думаете, что это было? Ну, многие знают, наверное, да? Да, это были резиновые сапоги. Вот мой был стартовый капитал в резиновых сапогах. Наверное, этот вопрос уже закрыт, все уже поняли, что денег не надо. У меня стартовый капитал был 6 тысяч рублей в далеком 1997 году. Нам с моей сестрой отец дал по 6 тысяч рублей. Она пошла купила себе куртку и сказала, слушай, я тебе там отложил куртку классную, купи себе куртку. Я говорю, не, я все, я мечтал стать предпринимателем. Я стану предпринимать. Да дурак ты, сейчас ты 6 тысяч где-нибудь потратишь, а так в куртке будешь ходить. Вот, и мой стартовый капитал действительно составил 6 тысяч рублей. По тому курсу это было 100 долларов. То есть и это все, что у меня из финансового было. Я знаю в наших проектах практически все начинающие предприниматели начинают с нуля. Лучшие результаты, кто там достигает за 3 месяца, это порядка миллиона рублей чистой прибыли. Это с нуля, с нуля стартовых инвестиций. 10 тысяч, почему вы сказали 10 тысяч? Да, это вот юрист сидит у вас, он знает сколько заработать на тех, кто хочет запустить свой бизнес. Вы можете зарегистрировать без 10 тысяч, я вам подскажу за ноль. Занять придется, чтобы заплатить юристу и открыть компанию. Следующий это высокий риск бизнеса. Кто с этим согласен? Ну здесь ошибки, я смотрю, никто не согласен. Рук мало, вы вообще в курсе, в каком мы сейчас собрались, где мы вообще сейчас выступаем, да? На самом деле риск это безусловно огромный вопрос. И как мне кажется, все вы прекрасно чувствуете, в нашей стране постоянно что-то колеблется. Но я хочу сказать, что риск в нашей стране это для всех, не только для бизнесменов. Как и в любой стране мира, все мы находимся, что называется, в одних условиях. Что бизнес, что если вы работаете в компании, все равно, что вы на госслужбе, одинаковый риск. Единственное но пугает. Вот я считаю, что в нашей стране недостаток культуры и предпринимательства. Чем, кстати говоря, фабрика предпринимательства и занимается. Бесплатно хочу подчеркнуть. Потому что люди, говоря о бизнесе, сразу понимают, что следующий этап это уже, знаете, вот это. Вечером около дома тебя уже кто-то с пистолетом ждет. У бизнес как бы две стадии, да? Высокий риск. Ты с этого начинал, да? Ну я вот чувствую, что люди так думают, высокий риск это все. На самом деле высокий риск одинаковый во всех отраслях. Если вы, например, сегодня здесь в зале собрались просто послушать, есть риск, что вы попадете и станете предпринимателем прямо после нашего выступления. Так что будьте аккуратны. Я вот про высокий риск приведу пример для тех, кто считает, что здесь есть высокий риск. Наш один из наставников, Рафаэль Зинудинов, он заработал первый миллион, будучи еще вообще молодым человеком. Хотите узнать, как можно заработать за один день миллион рублей? Мы все вместе ходили, не вместе, я тогда с ними дружил, но я ходил купаться на карьер, который был на Амирхана. Может быть кто-то из взрослого поколения помнит это состояние. Когда Ривьеры не было еще. Да, Ривьеры не было, там была карьера большая, песчаная, его кто-то намыл. И, значит, встречаясь, он тогда встретился с ректором КАИ, и тот говорит, слушай, я вот хочу, как-то он сдал информацию, что этот песок нужно вывести, потому что там надо начинать строить новое здание, которое КАИ сейчас там стоит. Он эту информацию получил, на следующий день он нашел строительную компанию и сказал, вам песок нужен? Все говорят, да, песок нужен. По чем будете покупать? Будем покупать нам КАМАЗ по 3 тысячи рублей. Ну, самый вывоз? Да, да, мы готовы самый вывоз сделать. И, значит, через день он сходил к ректору, подписал, что он ему бесплатно вывезет песок и подписал на миллион контракт о том, что вывезут. И, говорит, я, говорит, просто стоял там, и с каждой секунды с отъезжающим КАМАЗом мое настроение просто улучшалось. Я, говорит, тогда не представлял, что такое миллион рублей, то есть, и когда столько КАМАЗов оттуда выехало, я понял, что я стал баснословно богат. Был ли у него риск? Какой? Миллион не заработать, мне кажется, был риск. Не заработать миллион, да, и очень много в бизнесе это просто потерять ваше время. Поэтому мы всегда рекомендуем начинать предпринимательство как можно в более раннем возрасте, потому что вы можете, кроме своего времени, которое вы потратите на облуждание в соцсетях и на посещение кинотеатров, вы больше ничего не потеряете, при том, что вы сделаете попытку. А рисковать в первом шаге однозначно нельзя. Есть другие примеры, когда некоторые ребята закладывали квартиры, продавали машины. Это категорически нельзя делать, при этом условии вы не будете находиться в зоне риска. Следующий. Ну, все ниши действительно заняты, здесь никакой новостей, как говорится, никаких не может быть. Особенно я про свою нишу хочу сказать, вот она вообще занята всю жизнь. Чем бы мы ни занимались, обнаруживаем, что всегда есть кто-то, кто-то этим уже занимается. Ну и наш такой маленький опыт, что такое вот пятое колесо. Коротко сказать, это 160 рублей и два парня у разбитого не просто корыта, а у разбитого десятилетия. Десять лет как бизнесом занимаешься, сидишь и вот прям вот следующая черта, это не просто банкротство, а ты вот из дома своего выходишь и поехал к родителям жить, потому что дом сейчас банк заберет. Вот у меня такая была черта с моим партнером, и мы как бы вот сидим с ним, он как раз 5 миллионов долларов потерял, квартиру в Москве, квартиру в Казани 280 квадратных метров, Ягуар и Инфинити, и вот он на машине там. Мы только про рис сказали, что нет риска. Нет риска, да, я вот как раз про то, что все ниши заняты же обсуждаем, даже после риска. А, это уже другой же, да. Да, после риска наступает. У нас осталось 5 минут, ты мне не прибивай. Вот поэтому хочу сказать очень интересную историю о том, что когда все ниши заняты, сидишь и у тебя нет денег, а в кармане действительно не просто не густо, а минус. Вот в этот момент ты можешь родить что-то стоящее, и вот мы создали «Пятое колесо», буквально ни с чего, не имея ни залога, ни денег, ни кредитов. И сегодня наша компания работает в 7 городах, представлено 150 объектов у нас, а в этом году мы открываем еще 35, и через 5 лет будем работать в 35 городах страны. То есть это будет такая глобальная сеть, самая большая, надеюсь, не только в стране, но и в мире. По этой теме могу сказать, что все ниши были заняты, и в каждом городе, в котором открывается «Пятое колесо», как вы думаете, сколько в среднем работает людей на этом рынке? Ну вот где-то от 120-180 точек в каждом городе есть по шиномонтажу, в том числе Казань можем взять. Тем не менее, ниша каким-то образом полностью свободна для «Пятого колеса», и ни одной вообще сети в нашей стране, подобной нашей, нет. Вот поэтому в любой сфере, какой бы мы с вами ни взяли сегодня, это и общественные, допустим, возьмем движения, да, вот как TED, оно уникальное, оно вроде бы занимает какую-то нишу, но вот стоит человек, который придумал еще более интересную нишу. Не буду, как говорится, организаторов там обламывать, но тем не менее, «Фабрика предпринимательства» — это вот мой прогноз, я сегодня здесь использую как рекламную площадку уже, да, от вас нам не платят, я могу хоть прорекламироваться. Мне сказали, что нельзя говорить, а я до него не донес. Я извиняюсь. Вот, тем не менее, хочу сказать то, что вот мы создаем уникальный проект вместе, «Фабрика предпринимательства», и вот, как вы знаете, как вы… Я ему сказал, что «Фабрика предпринимательства» говорить нельзя. Вот именно слово «Фабрика предпринимательства». Но я хочу закончить свою мысль и не буду больше, а то сейчас нас выключит секундомер даже. Поэтому, дорогие друзья, мы на самом деле, хочу сказать, создаем большое течение, которое когда-то, чуть попозже, будет равно КВНу. Потому что когда-то люди собрались просто посмеяться и создали что-то стоящее. Сегодня мы с теми людьми, которых вы сейчас не видите, создаем тоже стоящее, создаем возможности для ребят, у которых есть энергия, возможность реализовать себя. Фабрика предпринимательства, я не говорил, эта фраза приглашает вас. Айдар, КВН у нас с тобой сегодня, мы надеемся, что из этого вырастет что-то большее. Следующий, это у нас государство задушит проверками. Действительно, мы тоже в видео слышали о том, что государство в виде налоговых органов, проверяющих органов будет всячески стимулировать вас закрыться. Однако я вот начинал в конце 90-х годов и сейчас, мне в конце 90-х годов, чтобы открыть первую точку общественного питания, потребовалось 3 месяца. Я ходил и уговаривал Роспотребнадзор прийти и подписать документ, чтобы меня открыли. И постоянно были какие-то придирки. Сейчас я открываю заведение в соответствии со всеми стандартами, и я пишу уведомительное письмо, что я открылся, если вы хотите, придите, проверьте. И они приходят проверять, через месяц, через два, но это не мешает моей работе. Второй момент. У нас многие предприниматели сейчас запускают бизнес вообще на средства государства. Сейчас государство всячески стимулирует развитие предпринимательства. И это объявил Владимир Владимирович Путин и Рустам Нургалевич Миниханов. Основная задача – это увеличение вклада предпринимательства до 25% в целом в Россию и увеличение численности предпринимателей. Поэтому сейчас государство – это скорее друг, нежели чем враг предпринимательства. Нужны связи? Дядя должен быть… Мне вопрос правильный один раз задали. Говорят, у вас каждое пятое колесо стоит в хороших местах. Кто у тебя дядя? Скажи правду наконец. Он нам не рассказывает, расскажи, кто у тебя все-таки дядя. Нереальные связи, да. И вот очень интересный ответ на вопрос. Как-то я ответил, так по-честному человек в зале сразу вышел от возмущения. Я говорю, ну я родственник Путина, это же понятно. И в этот момент он действительно обнаружил, что есть связи, и только в этом причина успеха. Ну а если серьезно, то любой успех строится на такой простой, всем уже известной, такой вот уже абсолютно там такой уже избитой фразе, называется «какова цель?». От этой цели все, что называется, меняется. Ни связи, ни государство, ни деньги. Ничто не может помешать, если у вас есть цель. Вот сегодня в зале собрались, я уверен, инициативные ребята, у которых есть цель, что-то новое для себя там понять, почувствовать, сделать шаг вперед. И что может произойти после нашего, например, сегодняшнего выступления? Кто-то скажет, ерунда забыл, да? А кто-то скажет, ну есть какой-то смысл, надо попробовать. Вот между двумя этими людьми и есть разница. Нужны ли связи тому, кто не хочет? Есть ли у него богатые родственники и влиятельные соседи? Помогут ли ему, если ему будет тяжело и так далее? А вот тому, который хочет, вот ни фамилия не нужна, ни деньги не нужны, он пойдет и сделает. И я думаю, что история мировых компаний, которые вот сейчас я читал, интересные, что, оказывается, в Apple 17 тысяч сотрудников разрабатывают проект беспилотного автомобиля. Это секретный какой-то проект, куда там нельзя ни зайти, ни попасть, ни узнать ничего. И внимание, вопрос, а где Apple начался и как это вообще получилось? Вот исходя из этого, когда этот автомобиль на наших дорогах появится, а мне что-то подсказывает, что он появится и будет ехать сам, и Apple, скорее всего, еще раз нас всех удивит. Вот в этот момент, я думаю, ответ на вопрос, нужны ли связи. Скорее всего, нужны нейронные связи в мозгу. Вот эти связи точно нужны. Друзья, ну что, мы уложились в заданное время. Да, либо больше, мы бы еще не так спели. Да, поэтому спасибо за внимание. Мы с вами поделились своими мыслями. АПЛОДИСМЕНТО Leahy АПЛОДИСМЕНТЫ СОВЬСМЕНТЫ Продолжение следует...